Добрый день, глубоко уважаемые члены Президиума! Здравствуйте, коллеги! Тема моей работы – синдром малиабсорбции в педиатрии. Проблемы заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей чрезвычайно актуальны в настоящее время. Практически каждый второй ребенок периодически, а каждый третий постоянно, предъявляет те или иные жалобы со стороны органов пищеварения. В структуре общей заболеваемости детей в России болезнь органов пищеварения занимает четвертое место. Синдром малиабсорбции – это клинический симптомокомплекс, который характеризуется расстройством всасывания в тонкой кишке одного или нескольких продуктов расщепления питательных веществ и нарушением обменных процессов. В основе патогенеза этого синдрома лежит ряд патогенетических факторов – морфологические изменения слизистой оболочки тонкой кишки, расстройство матерной функции кишечника, изменение активности ферментных систем и кишечный дисбактериоз. Главными изменениями патогенеза синдрома малиабсорбции является нарушение пристеночного пищеварения, всасывание питательных веществ и их транспорта. Различает три вида малиабсорбции – внутриполосная, энтероцеллюлярная и постцеллюлярная. Основа патогенеза внутриполосной малиабсорбции составляет трофические нарушения поджелудочной железы, которые приводят к снижению ферментативной активности поджелудочного сока. Низкая ферментативная активность поджелудочного сока и нарушение сокращения желчного пузыря приводит к нарушению процесса фатерификации жирных кислот, транспорт аминокислот, а также переваривания жиров и белков, что приводит к развитию энергетического дефицита. Причиной развития энтероцеллюлярной гмалябсорбции могут быть энзимопатии, органические повреждения слизистой оболочки тонкой кишки, приводящие к воспалительным процессам, нарушение процесса всасывания углеводов и развития аллергической аутоиммунной энтеропатии. Нарушение процессов лимфообращения и кровообращения приводит к развитию постселлюлярной энтеропатии. Клинические проявления синдрома гмалябсорбции можно разделить на два типа – локальные и системные. Локальные проявления – это боли в верхней половине живота с радиацией в пластничной области или опоясывающего характера, урчание и схваткообразные боли в животе, а также диарея. Системные нарушения происходят со стороны иммунобиологического надзора, центральной нервной системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, а также системы кровообращения. Для постановки диагноза используют следующие методы диагностики, которые можно подразделить на основные и дополнительные. К основным относятся клинические и биохимические анализы крови, кагулограмма и главным образом – капрограмма, и дополнительным – террологическое и генетическое исследование. Общий план обследования состоит из следующих этапов. При выявлении симптомов необходимо определить наличие или отсутствие стеотареи. При выявлении стеотареи 1 – наличие в каловых массах нейтрального жира и стеотареи 2 – наличие жирных кислот и мыл проводят тест на поглощение дексилоза. При отсутствии стеотареи назначают дополнительный комплекс диагностических мероприятий и специальных проф для выявления истинной причины патологии. При условии отрицательного теста на поглощение дексилоза, при котором всасывание не нарушено, также назначаются дополнительные комплексы лечебных мероприятий, включающие исследование работы поджелудочной железы и метаболизма желчных кислот. На данном слайде представлены диагностические признаки различных видов малябсорбции. Обратим внимание на результаты анализов крови. При энтрацеллюлярной форме наблюдается снижение уровня альбумина, железа, палатов и каротина за счет нарушения всасывания. При постцеллюлярной форме наблюдается увеличение протрамбинового времени и уровня холестерина за счет нарушения кровообращения. Снижение массы тела ребенка является одним из основных важных признаков синдрома малябсорбции. Поэтому принято выделять три степени тяжести. Первая степень характеризуется уменьшением массы тела до 20% основным невротическим синдромом. Вторая степень – дефицит массы тела до 30% отставания в физическом развитии, признаки поливитамина недостаточности и дефицит электролита. И третья степень – это дефицит массы тела более 30%, резкое отставание в физическом развитии, в некоторых случаях задержка психоматурного развития. Выделяют две формы патологии, которые сопровождаются развитием синдрома малябсорбции – целиакия и непереносимость лактозы. Целиакия – это заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором в результате непереносимости белков клейковина растительного происхождения глютена нарушаются процессы кишечного пищеварения с развитием синдрома малябсорбции, дистрофии и обмен на нарушение. В процессе развития целиакии происходит инициация иммунопатологического ответа вследствие экспрессии тептидов глиодина на поверхности антиген-презентирующих клеток с последующей активацией телеимфоцитов. Важную роль в процессе презентации играют молекулы главного комплекса гиста совместимости HLA-BQ2 и BQ8, способные поддерживать стойкую иммунопатологическую реакцию. Вследствием иммунного ответа является продукция провоспалительных цитокинов. Вторая форма непереносимость лактозы представляет собой клиническую манифестацию лактазной недостаточности. Развитие обусловлено следующими факторами. Максимальная нагрузка на механизмы ферментативного расщепления лактозы, высокой уязвимостью этого фермента из-за особенностей его созревания в антонатальном периоде, а также поверхностной локализации на опекальной поверхности зрелых энтероцитов. Лактоза, поступающая в организм ребенка в первых месяцах жизни с грудным молоком или его адаптированным изменицем, не подвергается ферментативному гидролизу лактазы, отсутствующей на опекальной поверхности энтероцитов тонкой кишки. В результате лактозы подвергается бактериальной ферментации микрофлоры кишечника с образованием токсических и газообразных продуктов, которые вызывают развитие симптома непереносимости лактозы, гиперосмолярной диареи, метеоризма, болевого синдрома, а также вздутия живота. Принципы лечения больных синдромом молоксорбции включают полный комплекс мероприятий. Коррекция нарушений белкового обмена, витаминей, недостаточности электролитных нарушений, коррекция моторных нарушений ЖКТ, а также лечение сопутствующего дисбактериоза и проведение регидротационной терапии. Наиболее эффективным методом лечения на сегодняшний день остается назначение диеты, которая направлена на адаптацию состава молочных смесей, включающего лечение количества бифидогенных и защитных факторов, обогащение комплексом витаминов, минеральных солей и микроэлементов, а также введение холина, карнитина и инозитола. Во многих случаях синдром молоксорбции является транзитурным и купируется на фоне проведения диеты терапии. Так и трофические изменения слизистой оболочки тонкой кишки, вызванные острыми энтеритами или неправильным питанием, приводят к повреждению примерно 80% всасывающей поверхности. После устранения этиологического фактора восстановление слизистой оболочки происходит в течение 4-6 дней. Благодарю за внимание.